Накануне обжигающий мокрый со свистом отопительный сезон ворвался в жилые дома на юго-западе Екатеринбурга. В одной из квартир на четвертом в пятиэтажке на Белореченской 17 корпус 1. Центральный кипяток от натуги разорвал, старенький чугунный радиатор на кухне. Не то чтобы на куски разорвал, но большой чугунный осколок в 4 дюйма длиной и почти в дюйм шириной отличал дальний угол, а из пробоины хлынула горячая вода. Хорошо хоть все домочадцы дома оказались. Вот такая канитель у нас уже целый час. Кипяток просто идет, вот пар его даже видно. Аварийку ждем уже 50 минут, до сих пор ее нет. Когда звоним повторно, говорят, заявка есть, ждите. И бросают трубки. Под окном уже целый водопад. Из-за чрезмерной мокроты мотаться с полными тазиками в ванную было просто недосуг. И хозяйка квартиры с сыном Пашей выплескивали кипяток прямо в окошко с 4 этажа. Внеурочный коммунальный водопад, естественно, привлек внимание соседей, в частности Ольги. Нет, просто в окно увидела, что тазы летят, выливается вода без конца. Спустилась, спасилась, соседку помощь нужна. Вот герои-то дня. Они-то вообще полчаса тут уже пластались. Подставляют тазик, выливают, подставляют тазик, выливают. Вот такой вот прямо бьет фонтан, горячая вода. Какие тут эмоции будут? В аварийку звонишь, они говорят, заявка принята. И все, и трубку бросают. По словам нечаянных жертв коммунального подтопления, они почти час дозванивались в аварийную службу своей управляющей компании. С того конца телефонного провода им советовали подставить тазик под лопнувшую батарею. Хотя какой уж тут тазик, тут и трех ведер не хватило бы. 10 сантиметров она у нас получилась. Длина 10 сантиметров. Пошпринься линеечку у Леши в комнате. Здесь. Вот она у нас получается, вот 10 сантиметров. Да, все залили водой, потому что, я говорю, не знаю сколько, вот по поребрик, по высоту поребрика вот стояла вода. Вот они даже вот здесь, вот все поребрик, вот он сырой, вот так она стояла, так и есть. И вот до того подъезда вся земля намокшая, мяша от земли, болото, можно сказать, сейчас идет. Болото под окнами со временем высохнет. Хуже с соседями снизу. Да, ну у них по стенам текло, на тюрьме потолки, только вот стены покасывали. Про это мы их... Второй этаж не знаем. Сантехник, перекрывший трубу, по словам Ирины, так и не смог толком объяснить, почему радиатор отопления лопнул. Но... Вот у нас знакомые узнали там через свои связи, что управляющая компания подала отопление, но забыла включить обратку, открыть обратку. И вот под давлением высохла батарея. Но как это доказать? После горячего во всех смыслах потопа в квартире вздулся ламинат, и мебеля на кухне разбухли так, что хоть выбрасывай. И ведь, казалось бы, ничто не предвещало столь скорой подачи тепла в жилые дома. Да, еще на прошлой неделе сити-менеджер Александр Якоб подписал распоряжение о начале отопительного сезона в городе. Но с понедельника 17-го обещали дать тепло лишь в садиках, школах и больницах. Жилые дома планировалось порайонно подключать к теплу, но позже. Вероятно, на Беловичинской, говорят, что еще и на Посадской тоже, неплановое тепло обернулось шумными и мокрыми вечерними хлопотами. Продолжение следует...